Дело о коррупции в управлении МЧС Хакасии получило федеральный масштаб. Арестом заместителя начальника финансово-экономического отдела МЧС Хакасии Елена Фетисенко заинтересовались центральные СМИ. Сегодня Следственный комитет задержал служащую на двое суток. Напомним, мы уже рассказывали в нашем эфире, что силовики возбудили против нее уголовное дело. Заму главного бухгалтера инкриминируется статья «Получение должностным лицом взятки в составе организованной группы в крупном размере». По версии следствия, подозреваемая придумала схему по сбору денег сотрудников МЧС, которая проработала почти два года. Вместе с коллегами женщина выписывала премии отдельным проверенным сотрудникам управления МЧС. Последних впоследствии вынуждали возвращать часть от выданного вознаграждения за то, чтобы в последующем получать премии в еще большем размере. Судя по финансовым документам, изъятым во время обыска, в силовике выяснили, что с декабря 2012 по январь 2013 года незаконная схема помогла заместителю главного бухгалтера заработать 185 тысяч рублей. Следствием устанавливается сумма незаконно полученного вознаграждения, а также причастность иных должностных лиц МЧС по республике Хакасия к получению взяток. Следователям предстоит разобраться во всех обстоятельствах совершенного преступления. Сегодня утром представители городского отдела экологии и паркового хозяйства Абакана прошлись по скверу в районе РДК. Прогулка носила рабочий характер. От горожан стали поступать жалобы, что после открытия здесь кафе парк периодически превращается в парковку. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Объектом пристального внимания городских чиновников стал парк в самом центре города на пересечении улиц Вяткина и Ленина. После открытия узбекского кафе здесь действительно периодически можно увидеть несколько припаркованных машин. Согласно межеванию, у данных помещений со стороны парка есть собственная площадь. С улицы Вяткина это три метра технологический заезд, с Ленина один метр. Судя по накатанным следам, данные границы не соблюдаются. Автомобили проезжают, пользуются этим технологическим проездом, но заезжают и дальше в сам парк. И неоднократно наблюдались случаи их заезда уже на территорию парка. Каждый раз мы принимаем меры, значит автомобили эти уезжают, но все это повторяется. Факты нарушения подтвердили представители отдела экологии. Помимо автомобилей на территории парка расположен мусорный контейнер. К тому же со стороны проспекта Ленина разобрана часть паркового ограждения и организован незаконный заезд. Кто это сделал и кто будет восстанавливать, еще предстоит выяснить. Мы наблюдаем картину, что в центре города у нас параллельно с деятельностью точки общественного питания уже точка продажи автомобилей организовалась стихийно. Естественно такая ситуация недопустима. Арендатор приглашен в администрацию города для дачи пояснений. Полностью перекрыть заезд на территорию сквера нельзя. Данные здания не подключены к централизованной канализации, поэтому несколько раз в неделю необходимо откачивать септик, а он расположен на территории парка. В перспективе, мне кажется, нужно прорабатывать вопрос предпринимателю, в том числе о том, чтобы выходить на централизованные сети, то есть прокопать и уже не будет проблемы и откачки, и заезда септика, и вот всего. Как временное решение проблемы, городские власти предлагают установить шлагбаум. Это позволит владельцам кафе не допустить заезда в парк посторонних машин. Закон нарушаться не будет. При условии, если хозяева общепита сами не станут парковаться среди деревьев. Олеся Калинченко, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Пешеходный переход становится зоной риска для пешехода. Только за последние сутки в Хакасии под колеса автомобилей на зебре попали три человека. В Абакане на улице Кати Перекрещенко накануне вечером были сбиты мужчина и женщина преклонного возраста. Они переходили дорогу на перекрестке на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадавшие доставлены в больницу. Сегодня утром под колеса автобуса попал первоклассник. Мальчик переходил проезжую часть также на разрешающий сигнал светофора. Со слов водителя он просто не заметил ребенка. В результате ДТП первоклассник получил ушибы. Сотрудники ГИБДД еще раз обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными на дороге. Работы по переносу железнодорожных путей ведутся на перегоне станции Лужба-Теба. Такую масштабную дорогостоящую реконструкцию лавиноопасного участка российские железные дороги проводят впервые. Насколько безопасным станет движение для пассажирских и грузовых поездов на западном направлении в сторону Новокузнецка, рассказывает Юлия Константинова. Такой перенос путей – событие историческое. Даже для дорожного мастера участка Андрея Гончарова, стаж которого на железной дороге больше 20 лет, рассказывает, техника задействована тяжелая, а работы необходимо выполнить с ювелирной точностью. Чтобы срихтовать путь, нужно оставлять зазоры. Зазоры по 10 миллиметров должны соответствовать. Одно звено 18 тонн вешает. Его надо уложить, надо закачать его, поймать на шаблон. Это такой довольно сложный процесс. И весьма дорогостоящий. Больше 80 миллионов выделила железная дорога на уникальную реконструкцию. Причина – снежные заносы и опасность хода лавин, которые в течение зимы создают проблемы для движения поездов в десятки раз. Снег на Чульжанской дистанции пути достигает 3,5 метров. Для его уборки спецтехнику приходится применять регулярно, в том числе устанавливать задерживающие барьеры, кольктафели, устройства, позволяющие менять направление ветра, чтобы сдувать снег с мест зарождения лавин. Чтобы кардинально изменить ситуацию, принято решение о переносе путей вместе со всей инфраструктурой. Первый длиной в 650 метров уже перенесен на 8 метров. Сейчас ведутся работы по демонтажу и укладке второго. Еще 2-3 дня назад на этом месте лежало железнодорожное полотно. Буквально в 5 метрах от скального прижима. Только за прошлый год лавины с вершин сходили несколько раз. Вот эти своеобразные заборы смогли остановить сход снежных масс, но год на год не приходится. Два года назад на перегоне Чульжан-Бельсу лавиной в реку был снесен грузовой состав. Никто не погиб, но материальный ущерб был нанесен огромный. С того времени начались подготовительные работы к реконструкции путей. Заведено более 40 тысяч кубометров скального грунта. До 7 метров пришлось сделать длиннее водопропускные трубы, перенести опоры, стрелочные переводы. Объем работ беспрецедентный. Ну он стоит того. В первую очередь вопрос ставится о безопасности движения поездов и пассажиров. Здесь у нас и пассажирское движение, и грузовое. Поэтому во главе угла только в первую очередь этот вопрос. Я думаю, что комплекс работ, который здесь завершается, он позволит нам на 100% обеспечить безопасность движения поездов и жизнь людей, пассажиров наших. Сейчас движение поездов идет по одной уже готовой ветке. Реконструкцию второй планируется завершить до наступления больших снегопадов. На Чульжанской дистанции пути этот период наступит недели через 2-3. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, Твести Хакаси. Праздник советской молодежи. Комсомолу, одной из крупнейших организаций, когда-либо существовавших в России, сегодня исполнилось 95 лет. Позади без малого эпоха. Яркий расцвет и всеобщая популярность, а с перестройкой быстрый закат. Однако преемники есть и в наши дни. Продолжит Ольга Стельмах. Атмосфера в доме у Антонины Шадричевой сродни советскому времени. На книжных полках мировая классика. По соседству полное собрание сочинений вождя мирового пролетариата. Личный кабинет завален вещами тех лет, когда не быть комсомольцем значило быть не как все. Ведь получить заветный билет и вступить в ряды организаций более ответственного дня трудно было представить. Приехали, вручили билет. Нам так торжественно и так трогательно было. А что, еще 14 не было, да? 13,5 лет. И я приехал домой и показал маме своим. А у меня мама хоть и не была, она, так сказать, не коммунисткой, не комсомолкой. Но она сказала, смотри же, живи так, чтобы люди не смеялись. Живи так, чтобы людям нужно будет всегда делать добро. Это движение практически век оставалось самым массовым и в то же время влиятельным на всей территории Союза. По сути, с помощью советской молодежи власть продвигала индустриализацию, коллективизацию, культурную революцию. Девушки и юноши, выросшие на книгах молодая гвардия, как закалялась сталь, искренне верили в идеалы, ценности и ориентиры Компартии. Удивительное было время. Мы были молодые, нам было интересно. Комсомольцы считались передовым отрядом молодежи. И на молодежь всегда возлагалась большая ответственность. Помогали колхозам, совхозам, выезжали на поля, жили в палатках. Прекрасно. Комсомол не только занимался благими такими крупными делами, он вместе с тем занимался еще и воспитывал молодежь, нрав сильно воспитывал. В свое время наша молодежь большинством была задействована комсомолей. Комсомол курировал пионерию. Идеи построить коммунизм оставили с началом перестройки. Самое массовое молодежное объединение практически искоренили. Приемники либо остались самостоятельными группами, либо объединились в составе коммунистической партии. Юбилейный день для сторонников КПРФ, естественно, прошел торжественно. Для начала возложения цветов к памятнику Ленину. Причем молодые люди, пусть не в таком большом составе, но по-прежнему в первых рядах. О том, какой он современный комсомол, рассказали сами молодые коммунисты. Комсомол в 21 веке, чем изменился. Но я хочу сказать, что в комсомол идут ребята, которые действительно душой болеют за свою родину, за Россию, за страну. Пропагандируют не только здоровый образ жизни, но и идеи Карла Марса и Ленина. То есть идеи социализма. В праздник советской молодежи бывшие комсомольцы, как и в прежние времена, вновь почувствовали себя в строю. Попробовали свои силы в творческих состязаниях и проверили спортивную ловкость. Впрочем, отметили, не масштабно, как раньше, но все же с душой. Ольга Стельмах, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Ночь искусств грядет в Хакасии. Уже в предстоящие воскресенья жители города станут свидетелями грандиозного события в Краеведческом музее. О том, что нас ждет в его стенах, расскажет Ольга Скобова, пресс-секретарь Хакасской республиканской филармонии имени Чаптыкова, через несколько минут в рубрике «Интервью». А из новостей у меня к этому часу все. Хорошего вам вечера. Увидимся скоро на канале «Россия-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин